Привет друзья! Поджелудочная железа является одной из самых важных органов в пищеварительной системе. Она выполняет много функций в организме и, к сожалению, довольно часто подвергается различным заболеваниям. Рассмотрим более подробно продукты, вредные для поджелудочной железы и правила полезного питания. Самые вредные продукты. Нижеприведенные продукты не просто вредно кушать, но даже опасно для здоровья, ведь их частое потребление может спровоцировать развитие воспаления поджелудочной железы. Сладкие газированные напитки с красителями. Несмотря на то, что такие газировки обычно приятно покалывают в горле и ярко выглядят, они наносят огромный ущерб всей пищеварительной системе и поджелудочной железе в том числе. Дело в том, что эти жидкости раздражают слизистые оболочки органов и провоцируют развитие хронических болезней ЖКТ, особенно язвы, гастрита и панкреатита. Важно знать, большинство ярких напитков содержат искусственные красители, которые часто являются очень вредными. Они даже могут вызвать рак поджелудочной железы и желудка. Пить их противопоказано не только детям, но и также взрослым. Фастфуд. К этой подгруппе принадлежат не только картофель-фри и гамбургеры, но и также все полуфабрикаты, мороженое и жирные блюда. Данные продукты в своем составе содержат огромное количество вредных концентрированных жиров, которые утяжеляют работу этого органа. Больше того, при их частом потреблении у человека может развиться желчнокаменная болезнь, которую придется лечить хирургическим путем. Шоколад и все кондитерские изделия. В небольших количествах настоящий черный шоколад полезно кушать. Однако его чрезмерное употребление может стать причиной развития серьезных нарушений в данном органе. Вред кондитерских изделий объясняется тем, что у них в больших количествах содержится глюкоза, которая очень быстро всасывается в кровь и требует выделения больших доз инсулина. Он помогает ее расщеплять. Следовательно, при этом поджелудочная железа должна работать в несколько раз интенсивнее, чтобы справиться со своей задачей. Это и приводит к нарушению ее функций и провоцирует развитие сахарного диабета. Маргарин – еще один опасный ингредиент, входящий в состав покупных сладостей. Сегодня он добавляется практически во все хлебобулочные изделия. Маргарин – это искусственный аналог масла, однако он содержит синтетические консерванты и жиры, которые очень вредны для человека. По этой причине лучше отказаться от употребления сладостей. Кофе. Данный напиток в последнее время стал мегапопулярен, однако не все знают, какой вред он наносит для поджелудочной железы. Дело в том, что кофе содержит особые вещества, которые усиливают аппетит и стимулируют работу кишечника. Из-за этого в организме, а именно в желудке, железе под ним и 12-перстной кишке, начинают стремительно вырабатываться ферменты, однако если человек не ест, то эти же ферменты самостоятельно начинают разрушать слизистую органов, что приводит к их воспалению. По этой причине очень вредно пить кофе натощак, да еще и не завтракать после этого. Алкоголь – это настоящий враг данного органа, который буквально разрушает его. При регулярном употреблении таких напитков в кровь человека попадают очень вредные вещества, которые вызывают спазмы в протоках данного органа. Такой механизм, в свою очередь, приводит к накапливанию токсинов в его тканях, что провоцирует развитие язвы. Вообще, негативное влияние алкоголя на этот орган трудно переоценить, поскольку именно данный напиток, неважно будь то вино или крепкий коньяк, постепенно приведет к такому заболеванию, как панкреатит. Если не лечить эту болезнь, то она может мутировать и привести к онкологическим заболеваниям. Чеснок. Данный продукт по своей природе является раздражителем слизистой внутренних органов. Он достаточно трудно переваривается и часто вызывает тяжесть в желудке. По этой причине чеснок строго противопоказан абсолютно при всех болезнях желудочно-кишечного тракта. Майонез – это любимый многими соус, который одновременно является королем вредных жиров, уксуса и химических добавок. Данный продукт наносит настоящий удар по поджелудочной железе и сердечно-сосудистой системе, провоцируя в последние отложения холестерина в сосудах. По этой причине кушать майонез нельзя в любых количествах и добавках. Колбасы и сосиски. Сегодня уже не отыскать действительно натуральные колбасы, так как большинство из них содержат очень много опасных жиров, красителей, пищевых добавок и соли. Больше того, даже не этим опасны колбасы, а другим. В состав некоторых из них входят канцерогены, которые действительно опасны для здоровья, они вызывают различные болезни внутренних органов. Наибольшее количество таких веществ в копченых колбасах – жирные сорта рыбы, форель, и мясо, свинина, утка. Кроме того, к данным продуктам также стоит отнести и наваристые бульоны, холодец, заливное, жареные мясные или рыбные блюда. Все это является страшным наказанием для поджелудочной железы, которая очень трудно переносит подобную пищу. Грибы. Данные продукты можно изредка кушать, но только в минимальных количествах и в отварном виде. Жареные грибы – это сложно для поджелудочной железы, так как они ну уж очень трудно и долго перевариваются. Кроме того, по своей природе грибы – это губки, которые впитывают все хорошее и плохое из окружающей среды, поэтому если они были собраны в неэкологической зоне, то человек запросто может отравиться даже съедобным видом грибов. Детям не рекомендуется употреблять в пищу грибы в любом виде. Дополнительные сложные продукты. Чтобы поджелудочная железа не давала о себе знать в виде болезней, рекомендуется минимизировать потребление таких продуктов. Рафинированный сахар. Соль. Она провоцирует болезни ЖКТ и накапливает токсины в организме. Консервы могут запросто вызвать отравление и перегрузить работу ЖКТ. Сельдь. Пряности и специи, горчица, перец и тому подобное. Кетчуп и соевый соус. Пироги и печенье. Кислые фрукты и ягоды. Белокочанная капуста. Бобы. Редька. Сладкие кремы. Мед. Варенье. Виноград. Блинчики. Печень и почки. Жирные кисломолочные продукты. Жареные яйца. Выпечка. Каша пшеничная. Крепкий чай. Важно! Не только пища негативно отображается на работе поджелудочной железы, но и также вредные привычки, особенно курение. Что приводит к болезням этого органа. Чаще всего поджелудочная железа болеет по таким причинам. Неправильное питание. Употребление выше приведенных продуктов. Переедание. Ночные трапезы. Питание на бегу. Употребление слишком горячей либо холодной пищи. Несбалансированное меню. Отдельно стоит сказать о состоянии нервной системы. Дело в том, что стрессы также могут поспособствовать развитию болезней данного органа. Объясняется это тем, что при неврозах у человека понижается иммунитет, и он становится более уязвимым. Часто именно стрессы провоцируют переедание и потерю контроля над тем, что именно вы кушаете. Это в свою очередь приводит к употреблению вредной пищи. Чтобы избавиться от этого, рекомендуется вести дневник питания, в которой нужно записывать все, что вы скушали за день. Полезные продукты. Полезно для поджелудочной железы следующее. Употребление овощных супов. Теплая пища. Каши. Отварное мясо и рыба. Кефир и нежирные йогурты. Черная смородина и яблоки. Морепродукты. Тушеные овощи. Отвар шиповника. Натуральные соки. Сухофрукты. Вода. Зеленый чай. Здоровье – это самое главное в жизни человека. Ведь если нет его, то и все остальное будет не в радость. Но в повседневности человек часто забывает эту истину. Здоровье приходит в упадок по причине неправильного образа жизни с его губительными факторами. Отсутствие распорядка дня, алкоголь и никотин – все это имеет разрушительное влияние на весь организм. Особое место в сохранении или здоровье играет питание, от которого и зависит полноценная работа нашего организма. Если в потребляемых нами продуктах присутствует необходимое количество белков, жиров, клетчатки и углеводов, а также витаминов, минералов и прочих микроэлементов, то тогда организм работает на полную мощность, помогая нам в нашей жизнедеятельности. Но если же испытывается недостаток в каком-то из элементов полноценного питания, то это приводит к нарушениям. Первыми на нарушения в питании реагируют именно органы пищеварения, так как они первыми принимают на себя все удары, которые им преподносятся. К ним относятся желудочно-кишечный тракт, почки и печень, и, конечно же, целый ряд желез, таких как, скажем, щитовидная или поджелудочная. Поджелудочная железа. Из всех желез именно поджелудочная является самой крупной и помогает органам пищеварения. Она принимает активное участие в обмене веществ. Поджелудочная вырабатывает определенные гормоны для пищеварения, а также желудочный сок для переваривания пищи. Данная железа была известна еще лекарям далекой древности, и упоминания о ней встречаются даже в Талмуде. Она находится в брюшной полости прямо за желудком, в близком расположении с 12-перстной кишкой. Для поддержания нормальной работы необходимо в первую очередь выяснить, что любит поджелудочная железа, а что нет. Ведь, как уже говорилось выше, правильное питание является основой для нормальной здоровой жизнедеятельности. Поэтому следует выяснить, какую пищу любит поджелудочная железа. Болезни пищевода, и с этим может столкнуться каждый, и мало кто знает, что в качестве лечения можно использовать всего лишь правильную и полезную пищу вместо химикатов. Будьте здоровы!